Официальная программа Дней Крыма в Башкортостане Сергей Аксенов, когда узнал о непростой экологической ситуации в Сибае. Глава Крыма, в свою очередь, отметил, регион получает постоянную поддержку со стороны Башкортостана по всем направлениям. Сергей Аксенов выразил надежду, нынешний визит станет импульсом к более тесному взаимодействию двух субъектов. Уверен, что при таком подходе все у нас с вами получится. Поэтому слова благодарности, еще раз уважения всем коллегам и приглашаем в Республику Крым. Вот сейчас ребята отдохнут ваши, ну а вы знаете, что мы с вами всегда готовы работать на увеличение туристического потока. А что касается, конечно, ситуации тяжелой в городе Сибае, то есть мы уже с вами говорили, Крым готов всегда подставить плечо, как было в сложные минуты, когда вы нас поддерживали, и не только словами, а делами. То есть поэтому вот мы в сегодняшней ситуации тоже предлагаем, конечно, вот в первую очередь обратить внимание на наших детей. За эффективное многолетнее взаимодействие Радий Хабиров наградил Сергея Аксенова Орденом Дружбы. Руководители Крыма и Башкортостана скорректировали программу пребывания гостей в нашей республике и посетили столицу Башкирского Зауралья. Вместе с Радием Хабировым и Сергеем Аксеновым в Сибае побывал сопредседатель деловой России Андрей Назаров. Там они ознакомились с ситуацией на карьере, пообщались с ответственными за мониторинг и работу на местах. Как отметил делорос Андрей Назаров, настоящий друг познается в беде, и когда ядовитый смог окутал Сибай, Крым не остался в стороне. Делегация полуострова посетила ряд объектов и в столице республики. В частности, среди них были медицинские учреждения. Обсудили также и планы по ремонту санатория «Юбилейный» в Крыму, который передан республике. Регион намерен в течение пяти лет вложить в реконструкцию объекта более трех с половиной миллиардов рублей. Самые профессиональные, самые сильные архитекторы по нему работают на сегодняшний день. Профессиональная команда, которая умеет решать очень серьезные объекты. Вы посмотрели, наверное, то, что предложение, в каком виде мы его хотим видеть. Но архитектура, наверное, так, я надеюсь, устраивает, потому что, в принципе, он у вас. То есть это вы, в принципе, должны понимать и говорить о том, что вы хотели. Ну, естественно, мы бы хотели, чтобы что-то там было от Крыма, но это отразало, что это наша республиканская, наша из Башкортостана. Одним из направлений работы делегации Крыма в Уфе стало знакомство с организацией городского управления. Гостям показали все новшества, которые внедрили в данной сфере. Очень впечатляет эффективность и результативность работы. Очень понравился интерактивный город. То есть самая главная мысль, которая меня впечатлила, наверное, сформулирую так. Мы очень много делаем все в каждом городском хозяйстве, и в транспорте, и в дорожной сети, и в ремонтах. Очень много. Но сделав, мы не отражаем это никак. А интерактивный город, он показывает проблему, ее исправление и остается в сети. Представители правительства полуострова побывали на нескольких объектах столицы республики. В частности, делегация во главе с заместителем председателя Совета министров Крыма Михаилом Селезневым ознакомилась с работой одного из крупнейших в Европе заводов по производству керамической плитки. Как заявили представители Крыма, в ходе визита с руководством компании удалось договориться об их визите в республику с целью анализа возможности строительства аналогичного производства. Кроме того, рассматривались некоторые вопросы по линии двух Минфинов. В частности, речь шла об инициативном бюджетировании. Сегодня была очень важная встреча, связанная с инициативным бюджетированием. У вас замечательные практики инициативного бюджетирования и поддержка местных инициатив, которые у вас есть. И посмотрели, рассказали мне объемы финансирования и программы, которые у вас есть. Мы, конечно, пока у себя еще не внедряли такие инициативы, но у нас есть потребность уже в обществе, в общем-то, тоже в этом инициативном бюджетировании. Подводя итоги, совместные работы представителей двух республик в рамках Дней Крыма сошлись во мнении, что они были в целом позитивными и помогли найти много общих проблем. И именно совместная работа – путь к более быстрому и эффективному их решению. Достаточно насыщенную программу имели в целом, и по отдельным направлениям эта программа также была очень-очень плотной. Я знаю, что двухсторонние контакты, которые состоялись по отраслевым вопросам, достаточно плотные. Меня коллеги наши информируют об этом. Но в целом, подведение итогов, я думаю, что мы каким-то образом систематизируем эту работу. По итогам визита в Башкортостан делегации Крыма подписаны три соглашения по ряду направлений. Так, согласно первому договору о сотрудничестве между администрациями Уфы и Симферополя, в столицу Башкортостана прибудет группа специалистов для ознакомления с системой управления городским хозяйством. Еще одно соглашение заключено между Советом министров Крыма, Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом и Корпорацией развития Крыма. На полуострове начинается экспериментальная эксплуатация троллейбуса с возможностью автономного движения в 60-70 километров. Это универсальная система, которая позволяет без капитальных вложений в электросети, в контактные сети, дать возможность передвигаться данному троллейбусу по территории. У нас такая необходимость есть. Мы экспериментально запланировали два месяца промониторить, как он у нас будет работать. Это Симферополь, Алушта, Ялта. То есть разные все-таки места, где-то горы, где-то равнинная более часть. И по результатам мы уже для себя сделаем выводы и определимся, насколько это эффективно. Делегации двух регионов также обменялись опытом в промышленности и сельском хозяйстве, финансовой сфере, управлении городской инфраструктурой, жилищно-коммунальном хозяйстве, торговле, медицине и санаторно-курортном секторе. Власти республики сообщили о создании нескольких рабочих групп для более глубокого сотрудничества министерств и ведомств двух республик.